Так, друзья, пришла вот такая вот у нас посылочка. Давайте посмотрим, что внутри. Я так подозреваю, что здесь у нас экшн-камера. Ага, заказал себе экшн-камеру, наконец-то. Честно говоря, давно уже хотел заказать, но как-то все не выходило. Так, что у нас в комплекте? Три батареи, три аккумулятора к экшн-камере. Посылочка это у нас Gearbest. Куплена камера, блин, очень дешево сейчас настало. Это у нас, смотрите, друзья, это SGCAM, SG должно быть. 4000 Wi-Fi. Честно говоря, я не вижу пока. Давайте рассмотрим. А, ну вот я вижу 4000 Wi-Fi, да. Вот так вот, она сейчас сильно подешевела, а я любитель на самом деле экстрима. И вот такая вот штучка. Кстати, друзья, к нам уже раньше приходила вот такая вещь, это зарядка для вот этих аккумуляторов. давайте посмотрим, как они друг с другом дружат. Так, достаем зарядку, достаем аккумулятор. Иди сюда. Вставляем аккумулятор в прорези. Так, теперь берем наш новый кабель. Только распаковали этот кабель. Сейчас его сразу и попробуем. Так, и используем павербанк. Павербанк. Сейчас все это узнаем точно. Есть, загорелась SG-CAM, батарея заряжается. Ништяк, друзья. Одно есть. Дальше. Это у нас монопод для камеры. Сейчас смотрим. Раз, смотрим. Вот такая штука в комплекте идет. Вот такая вот моноподика. Что-то моноподик немножечко на него кто-то наступил, судя по всему. Цвет черный. Так, давайте рассмотрим уклаковку. Несколько языков. Монопод. Вот так выглядит. Ух ты, такой прорезиненный. Монопод, написано монопод. Так, общая длина примерно, друзья, ну чуть больше, чем полметра. Штуку, я так понимаю, мы накручиваем. Вот так вот. И можно поворачивать такая вот вещь тоже к SG-CAM. Давайте рассмотрим сам SG-CAM. Интересная вещь. Очень у многих, конечно же, был на обзоре. Давно вышел, но был дорогой. Я его хотел себе заказать очень давно, но стоил он под сотню баксов. Сейчас я его скинул чуть ли не за 80. Вот так вот выглядит он, друзья, SG-CAM. Сзади экранчик. Характеристики точно сейчас на память не скажу. Комплект ВИБР на 1 ампер. Ничего особенного. Так, вот это на автомобиль, судя по всему, не использую. Так, вот это вот, это у нас вообще непонятно на что. Еще одна непонятная. Вот это, о, прищепочку я буду использовать. Обычная прищепка. Так, еще одна такая штука, как я на монокот уже нацепил. это держатель под штатив, кабель, чехольчик, вернее не чехольчик, тут какие-то крепежники, что ли, держатели. Я потом разберусь, друзья, сейчас не знаю, над понятием у меня есть чуть такое. Так, еще один держатель, как потом, еще один держатель. Надо разбираться, друзья, так резко не скажу. Такой держатель. Тряпочки, бумажечки, наклеечки с джеком и инструкшн, по которым я все разберусь и все пойму, что к чему, а потом полно на обзоре все вам, друзья, расскажу. Так, сам джеком, вот так выглядит он в кейсе внутри, включается сверху, наверное. Давайте по-грому достать его из кейса. О, нет, вот пошло. Так, давайте моноподик. Есть, да, видим, монопод, работает, класс. Ну вот, друзья, теперь я буду лазить под водопады, нырять в речку и вы все это сможете увидеть на моем блоге. Все это будет офигенная камера, конечно. Я смотрел сравнение SGA 4000 Wi-Fi. Кстати, вот видите, SGA Cam, то есть все по-правильному. Я видел сравнение 4000, 5000 и, по-моему, Xiaomi Mi камера какая-то тоже. Ну вот это мне понравилось больше всего. И цена у нее самая маленькая. Так, друзья, немного, немного разобрался я с этим всем. Ну батарейки, понятно, это батарейки, я их отложил. Вот это вот, это держатели, обычные держатели на липучках. Все потихонечку будем рассматривать, вытаскивать. Вот обычная липучка. Липучка раз, липучка два. Такой вот держатель. И вот такой вот держатель. Что-нибудь из этого попробую соорудить. Лучше было бы что-нибудь типа налобника, конечно. Но в инструкции налобник не нашел. Вот задняя крышка. Это обычная запасная задняя крышка. Точно такая же, как эта. Ну про это говорить нечего. Зарядка. Так, вот это вот непонятная фигня. Для чего-то она нужна. Это металлический держатель, чтобы не потерять наклейки. Экологичный кабель. Так, вот это держатель на велосипед. На раму крепится. Это тряпочка. Вот это разнообразные держатели для всего, что попало. Ха-ха, скажем так. Вот. Единственное, что я для себя прикольно нашел, это вот это вот. Вот такая штука. И прищепка. Вот одно во второе всовывается. И, собственно, защелкивается и втыкается сюда камера. Но это для переноски в условиях города. Вот такой кронштейн. Честно говоря, непонятно, куда он всовывается этот кронштейн. В какую-то вилку. Где эту вилку убрать, не ясно. Это держатели автомобильные. Это обычные держатели. Вот это вот такой набор. Друзья, вот это, кстати, тоже автомобильный какой-то держатель. У меня нет автомобиля, поэтому точно не знаю, что это такое. И сам, 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 сам. Кстати, давайте вот мы сделаем важные вещи. Мы снимем пленочки. Многие это любят, я знаю. Так. Поддеваем. И онбоксинг. Вот пленочка снята. Первая пленка. Поклеили. И пленочка с экрана. Если она здесь. Здесь. Раз. Поклеим. Пленочка с экрана тоже снята. Какую-нибудь здесь выклеено. Вот так вот, друзья. Как он открывается, честно говоря. так сначала вниз потом вверх так и открываем бокс вынимаем камеру там просто тоже пленочка наклеена и ни одна и кроме того туда надо всунуть карту памяти ну кстати об очки еще одна пленка достаем вот вышла вот еще одна пленочка ну вот так вот она перевернем с джейкам такая красавица карта памяти micro usb вот это вот что похоже на hdmi кабель две кнопочки динамик кнопка ok индикатор снизу отсек под батарею батарея внутри должна быть открывается не очень ясно ну да это ерунда это потом разберемся когда на водится в сторону нужно вываливаться или смещаться но это попозже разберусь вот такая распаковочка друзья подписываемся на канал ставим лайки ждем обзорчик всем спасибо за просмотр всем пока